Создатели шоу «Что было дальше» возглавили рейтинг российских блогеров, зарабатывающих на рекламе в YouTube, который представил журнал Forbes. По данным Forbes, авторы проекта, выходящего на канале Label.com, с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года суммарно заработали на рекламе 3,5 миллиона долларов. Помимо ЧБД, на Label.com выходят и другие шоу. Видео производит команда Medium Quality, продюсера телеканала ТНТ Вячеслава Дусмухаметова. Среди рекламодателей «Газпромнефть» и «Самсунг». Второе место в рейтинге занял Валентин Петухов, автор YouTube канала о гаджетах «Вилсаком», чей доход за год составил 3 миллиона 400 тысяч долларов. На канале размещают рекламу производителей телефонов и компьютеров, а также у Петухова есть контракты со Сбером и Мегафоном. Третье место у комика Александра Гудкова и канал ChickenCurry, где выходит шоу Coming Out. Его годовой доход 1 миллион и 100 тысяч евро. В сентябре после выпуска о протестах в Хабаровске и Беларуси от рекламных интеграций на канале отказались Unilever, Mars Magnit и Яндекс.Лавка. Журналист Юрий Дудь и его канал Вдуть заняли четвертое место в рейтинге с доходом 90-80 тысяч долларов. Среди постоянных рекламодателей Hyundai, Skyend и Storytel. Пятое место у блогера и актера Андрея Лапенко, который размещает юмористические ролики на канале Лапенко. За год он заработал на рекламе столько же, сколько Юрий Дудь – 980 тысяч долларов. На канале рекламируют бренд мяса IndieLight и такси CityMobile. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!